приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала a handful of boys в сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим кое-что немножко необычное не команду не террорист никакую либо тактику игры в kill team а непосредственно такую важную и обширную тему как организация турниров ну в контексте организации турниров по kill team у меня давно просили этот ролик сделать причем несколько людей и я решил что это правда будет достаточно полезно для развития всего нашего российского kill team комьюнити в принципе и кстати не только российского на всякий случай если вы вдруг зашли на наш канал впервые и не знаете кто я и почему я разглагольствую в принципе про организацию каких-либо ивентов ну что ж будем знакомы меня зовут кеша я собственно админ главный канал a handful of boys и я причастен к организации нескольких турниров по kill team у в санкт-петербурге конкретно это было 6 турниров которые пришли вот получается в 2022 году такими условно двумя сезонами в целом они были достаточно крупные для питера собирали много людей и в основном я получал с них только положительные отзывы поэтому я решил что у меня есть некоторый опыт в организации подобного которым я могу поделиться непосредственно с вами рассказать так сказать некоторую подноготную и конечно же свой личный опыт на именно на свой личный опыт и восприятие организации я буду в основном ссылаться в данном ролике ну что же давайте приступать вообще я планировал такую небольшую серию роликов ну конкретно диалогию из двух выпусков первая собственно ту которой вы сейчас смотрите будет посвящена ну именно таким организационным моментом то есть просто зачем приводить турнир там примерно как приводить все что вам для этого нужно там как формировать стоимость участия что покупать в качестве призов и так далее во втором выпуске который выйдет потенциально уже после нового года 2023 году да мы обсудим уже более подробно именно составление регламента правила там спор в отношении визи вига и так далее потому что это отдельная большая тема которая заслуживает ну отдельного ролика мне особо не хотелось чтобы эти две все-таки достаточно разные темы мешались в одном выпуске и мешали восприятию друг друга вот поэтому регламент будет следующем выпуске сегодня мы обсудим все остальное надеюсь вам это тоже будет интересно итак начнем мы с такого конкретного прояснения зачем приводить турниры потому что неожиданно не все люди понимают в принципе зачем это надо и я в принципе просто скажу тут свое такое частное мнение турниры ну и в принципе как любой ивент это такой основной показатель что комьюнити по игре она в принципе живет в городе в регионе в стране и и так далее вот это такая базовая тема также в принципе турнир они предоставляют игрокам достаточно большое количество новых знакомств на то есть игроки знакомятся между собой потом возможно они начнут играть вне турниров также между собой просто потому что подружились так комьюнити становится куда более сплоченным сплоченная комьюнити которая вдобавок еще и активная она очень сильно привлекает новых людей которые как бы возможно очень сильно там боялись или стеснялись переходить в игру но они вот так же просто случайно зашли на какой-нибудь турнир увидели что там все веселые добрые люди которые их уважают и радостно как бы вкатились тоже стали ходить на турниры участвовать в играх и так далее на это круто потому что я допустим но я и сам таким было знаю очень много там молодых подоросков там вот словно где-то от 15 там до 17 лет которые там у них есть покрашенные команды покрашенные армии но они просто там стесняются вливаться в комьюнити по какой-либо причине в общем ребята если вы как раз попали в описанную категорию не стесняйтесь ходить на турниры на турниры там вас никто не обидит наоборот все очень лампово круто и здорово помимо этого важная в целом такая штука турниры на это повышение скилла игроков на то есть в принципе я как свидетель старта новой дакции килл тима могу сказать что вот поначалу да всем было тяжело все немного путались ошибались но вот прошел уже год и даже можно сказать полтора года и в принципе все игроки которых я знаю за это время очень сильно выросли в скилле и вы просто понимаете что вы играя со скиловым игроком открываете для себя игру в целом заново и получаете абсолютно другой опыт это тоже такой очень хороший экспириенс который полезен и который вы можете вполне спокойно получить также организовывая турниры и участвуя в них собственно почему именно турниры а не какие-либо компании которые тоже ну бэковой компании я имею ввиду которые тоже могут в целом показывать активность комьюнити и так далее я не имею ничего против компейнов компейн это классно если у вас есть время играть и организовывать то это замечательно однако турниры они для меня куда более выигрышные в отношении формат собственно почему потому что это однодневный ивент ну в некоторых случаях двухдневный но пока келтима у нас пока двухдневных ивентов не было только однодневные и это очень удобно потому что я как бы занятой студент я знаю много людей которые занят по работе есть там также семья друзья и прочее и как бы просто выделить какой-нибудь один выходной в месяц чтобы сходить поиграть это на самом деле вполне реально а вот допустим та же самая компания которая делает ну требует от участников некой такой регулярность игры то есть там где-то раз в неделю собираетесь там по 4 грамм или по воскресеньям и собственно играть компейн ну допустим я не могу просто обеспечить такую регулярную посещаемость у меня бывают форс-мажор и так далее и у многих людей они тоже бывают поэтому на самом деле компании которые я знаю очень часто заканчивается тем что как бы люди собрались там как-то плюс-минус две недели отыграли а потом все начинает медленно разваливаться и затухать к большому сожалению хотя я знаю что как вот есть люди которые по инспе активно компании проводят активно них участвует вот допустим в москве насколько я знаю компания по килл тима достаточно развитая вот поэтому если вы в москве то можете обратить на нее внимание ну и в целом что также является важным контекст килл тима килл тим это в принципе игра которая она заточена под матч плей и под спортивные игры у нас есть какая-нибудь не кромунда а те же самые games workshop games workshop это не спортивная игра вот она она заточена под компанией килл тим в противовесной кромунде наоборот заточен под матч плей мы видим это из политики games workshop мы видим это просто из того как игра сбалансирована как она позиционируется и какой у нее комьюнити комьюнити килл тима в общем равном плане это спортивная комьюнити серьезных игроков так что я бы сказал что турнирный формат он идеален под килл тим и теперь переходим наконец к таким более насущным делам из теории вываливаемся больше в практику что вам в принципе может понадобиться для того чтобы турнир провести собственно вам понадобитесь вы в добром здравии организаторы без вас ничего не выйдет также вам нужно помещение помещение желательно как бы клуб игровой который игроки знают и любят да то есть не стоит организовывать там турнир где-нибудь у себя в квартире в гараже или не дай бог на даче просто могут возникнуть некое-то подозрение да допустим у солидной части публики также вам нужно ну понятное дело столы и террин который мы берем в клубе нам нужна некоторая база игроков к этому мы еще вернемся ну и также вам нужен судья и прексибот это ваши такие два ангела-хранителя судья он должен хорошо разбираться в правилах это важно особенно если комьюнити только развивается и вам также нужен прексибот это запасной игрок для отчетного числа людей в условиях ограниченных людских ресурсов вы можете быть одновременно организатором судьей и прексиботом однако это может быть немного накладно для мозга ну допустим не это просто немного тяжеловато много всего в голове слишком мешается неудобно но это в принципе возможно но я предпочитаю иметь запасного прексибота чтобы я если что хотя бы сам не занимался пары с ними также вам понятное дело понадобится регламент и табличка в excel для записи результатов и составления парингов вот эти два пункта мы обсудим в следующем выпуске и также вам нужны ништяки для участников и победителей это то что мы обсудим в этом выпуске ну и давайте собственно переходить далее по всяким базовым моментам дата дата в целом может быть у турнира любая но конечно лучше брать воскресенье или праздничные дни плюс потому что в эти дни больше людей согласятся куда-либо выйти поиграть все-таки турнир это формат который занимает целый можно сказать рабочий день восьмичасовой и устраивать его там будний день понятное дело не особо будет эффективно но есть отдельный формат вечерних турниров там на два тура их можно устраивать в принципе будний день после работы у нас так допустим питере по пятницам проходят вечерники в анклаве по киллтима в том числе и в москве по моему тоже недавно начали или давно точно не помню в отношении места если у вас есть выборы между клубами то посмотрите в каком больше всего террейна подходящего под киллтим это важно потому что у нас много клубов где именно террейн специфичный под вархаммер или иногда бывает даже террейн специфичный под инфинити и на самом деле террейн как бы такой моно инфинити и моно под большую ваху он для киллтима не очень полезный то есть там нужно много всякой мелочевки там всякие баррикады бочки и так далее ну в общем light terrain в основном проблема с light terrain потому что найти там какие-то двухэтажные домики не проблема а вот с всяким условно траверсабл мусором на столе с этим могут возникнуть беды ну и также вы еще можете ориентироваться на людскую опять-таки составляющие то есть если у вас есть в городе несколько клубов но конкретно в киллтим играет конкретно одном клубе то ну логично приводить мероприятие стоит именно в нем а не в другом и теперь мы переходим к такой важной колючей теме а конкретно деньги и денежная составляющая всего этого дела и так мы переходим к стоимости участия в общем как рассчитать стоимость участия чтобы было красиво справедливо и никто не ушел обиженным такой очень важный и для некоторых болезненный вопрос собственно из чего исхожу я из чего я советую исходить вам первое это конечно же аренда клуба это такая константа от которой мы никуда не уйдем если мы не владелец клуба мы даем деньги владельцу клуба вот за то чтобы в его помещении что-либо организовать если же вы хозяин клуба тогда вам все равно надо оплачивать аренду поэтому это так или иначе сохраняется как фактор да и он чаще всего съедает большую часть в принципе стоимости участия также стоит смотреть на в принципе так называемую рыночную цену на турниры в округе да то есть если у вас регион в котором там все проводят турниры рублей за 500 600 то согласитесь очень странно делать свой первый турнир со взносом какой-нибудь там 1500 или 2000 да то есть когда у вас еще нет репутации проверенного человека делать какой-то безумный взнос не особо здорово даже если у вас исключительно благие намерения и да опять таки такая справка допустим у нас писали средняя стоимость турнира это 500 600 рублей по моему по россии примерно везде так на всякий случай а это адекватная в принципе стоимости а потом еще даже подробно расскажу как именно она складывается призовой фонд да это мы просто думаем что мы хотим скажем так подарить нашим участникам и нашим победителям можно в целом делать турнир и без призового фонда но тогда это немного скучновато да потому что люди просто приходят играют между собой и нет никакого сувенира там приколдеса и так далее поэтому я советую все таки призовой фонд сделать да он увеличит стоимость участия но не очень значительно и я считаю что аутпут от этого куда значительнее ну и также не забудьте ставить небольшую награду себе любимому за организацию этот пункт мы тоже обсудим чуть подальше а про собственно призовой фонд углубленно на призовой фонд мы делаем ништяки для участников и победителей это круто потому что это дает некую такую позитивную эмоцию и позитивные воспоминания да то есть даже если человек занял какую-нибудь последнее место ему уже не очень обидно потому что у него есть какая-нибудь прикольная открыточка 3d печатный бомба сквик чупа-чупс еще что нибудь то есть главный принцип прикол призового фонда что никто не уходит обиженным ну и если у нас есть какие-нибудь серьезные призы для победителей есть также и интерес участвовать ну и такие штуки они конечно же создают некую эту рекламу и на ваш турнир люди начинают хотеть ходить потому что они понимают что будут ходить туда не напрасно принципе размеры призового фонда у меня складывается следующим образом я беру принципе в призовой фонд 200 рублей с участника то есть одну третью взноса плюс потому что все остальное я отдаю клубу почему именно как бы 200 рублей тут как анекдот по его толстого и тонкого которые поезжают на разборке вот потому что допустим 100 рублей с участника на них ничего не купить 300 рублей с участника мне уже кажется много собирается то есть там уже надо слишком много всего выдумывать для меня это может быть немного тяжело а 200 как раз такой хороший баланс из которого можно в принципе вытянуть что-нибудь интересное и поэтому не сильно париться по этому поводу а другой важный момент как не потерять деньги на собственном турнире как-то в принципе может произойти вы радостно там кинули объявление на свой турнир набралось туда целая куча человек там допустим 20 или что-то таком духе вы радостно собственно вычислили по нашей формуле допустим у вас призовой фон там сколько получается 4000 рублей или в таком духе накупили на это дело там не знаю оригинальных миниатюр и держалок под покрас там золото бриллианты и так далее а под ну в общем потратили весь призовой фонд вообще подчистую зато закупили целую кучу всего а потом классическая абсолютно тема в ночь при турнире слетает там 18 человек из 20 и вы остаетесь собственно без денег и без как бы нормального турнира это немного обидно согласитесь собственно есть два способа плюс-минус избежать с такой некоррозистой ситуации вариант 1 это обязательная предоплата обязательная предоплата это хороший способ в отношении вас потому что вы получаете страховку человек вам кинул деньги и вы уже не паритесь пойдет он или не пойдет вы по крайней мере не улетите в минус однако предоплата может отпугивать некоторых людей знаю это на своем примере у меня очень часто нет четкого плана на неделю вперед и допустим в среду я не знаю что я буду точно делать воскресенье я как бы к сожалению отношусь тоже к таким людям и когда с меня там за неделю за две требует предоплату я скорее отваливаюсь с мероприятия потому что как бы я тоже не хочу потерять свои деньги том числе как участник поэтому предоплаты есть такой вот маленький нюанс отпугивающий именно обязательный второй способ который мне нравится больше это хорошее знание комьюнити оно накладывает на вас больше обязательств но тем не менее но никого не пугает то есть собственно как это работает вы знаете что в вашем местном сообществе есть восемь человек допустим которые точно вот не смотрели на что пойдут поиграть на ваш турнир вы берете собственно условно в голове восемь взносов этих людей делайте из них призовой фонд вы молодцы а если пойдет вдруг больше людей то вы ничего не потеряете а только наоборот выиграете вот это принципе приятно однако у вас остаются некоторые террористки в случае форекс мажора потому что все равно кто-то может заболеть может что-то случится в глобальном геополитическом плане и не саму народ по отваливается но он как мне кажется чуть более правильный также в принципе предоплата возвращаясь предоплате она не обязана быть обязательной то есть допустим я своих турнирах делаю предоплату по желанию если вы хотите предоплатить пожалуйста мне будет приятно вот некоторые люди любят делать неприятно за что им большое спасибо теперь в общем пример такой формула расчета из личной практики как я рассчитываю призовой фонд и связанные с этим вещи вот я четко знаю что 14 человек точно пойдут на у нас получилось неожиданно собрать вот в нашем сообществе очень хороший такой крупный базис игроков 14 я знаю точно пойдут собственно далее я умножаю считается на 600 получаю 8 400 и далее сразу вычитаю оттуда то что я даю клубу на у нас такая оплата типа что с каждого участника идет в снос клубу да то есть не так что я плачу за все помещение разума именно по человеку мне остается 2 800 из 2 800 я вычитаю 600 600 это награда мне за организацию и за то что я очень красивый мальчик мы это еще тоже обсудим и 2 200 это наш призовой фонд собственно на него я покупаю призы всякие ништяки за участие и поющие вот это то как у меня работает глобальная математика в отношении ивентов сразу хочу сказать по и награду самому себе потому что возможно кто-то начал беспокоиться на этом пункте в принципе я вам отвечаю никогда не надо приводить турнир в ноль себе да особенно если вы просто независимый организатор который хочет этим заниматься там условно во благо комьюнити потому что если вы будете приводить турнир за турниром в ноль себе вы просто очень быстро выгорите и потеряете всякое желание этим заниматься я знаю это в принципе на личном примере у нас был ну есть такой как бы вот человек в сообществе не киллтимовском по большой вахе денис и он приводил турниры как бы у достаточно часто хорошие новичковые ламповые но он сделал это абсолютно без выгоды для себя и в какой-то момент он просто перегорел и он теперь не делать турниры да мы уже сидим по моему два года без турниров дениса вот как бы хорошо ли это на самом деле не очень поэтому относитесь к себе и к своему труду с уважением не слушайте всяких снобов которые считают будто вы обязаны приводить турнир бесплатно они в принципе не правы и скорее всего они никогда в жизни ничего организовывали и даже не занимались ничем подобным поэтому их мнение как бы тут ничего не стоит можете там спокойно плевать на них с колокольные собственно превосходства и так далее ну потому что вы все-таки тратите целый день своего времени просто находясь собственно на турнире это не считая того что вы готовите регламент и готовите столы и готовить всю остальную организационную шнягу в виде призов и так далее это ваш труд за который вы должны получать вознаграждение поэтому можете со спокойной душой откладывать себе из призового фонда в кармашек там энное количество денег главное тут понятное дело не перебарщивать вот тут надо балансировать между двумя крайностями немного чтобы вас при вас не начали шутить не начали там обзывать каким-нибудь буржуевым что вы там оплачиваете ипотеку со своих турниров и так далее да надо находить некий баланс вот допустим моя личная практика я всегда просто организую призовый фонд из-за расчета что вот я получу 600 рублей планирую это просто взнос участника простой и базовый как бы это вообще не деньги в принципе все понимаете это буквально сходить там поесть пиццу с друзьями это не то на чем можно строить какой-то там либо месячный заработок но у меня по крайней мере есть поятное ощущение в душе что я провел день не заря так сказать с некой пользой да как полезно и поятно поятно и с выгодой для себя вот это просто небольшая мне награда и она мне как бы странно это не звучало действительно позволяет заниматься этим дальше просто любите самого себя это правильно мы теперь переходим к тому что покупать на призовой фонд есть две стратегия такие немного крайне стратегия первое это покупать призы всем тогда они получаются небольшими ну то есть там значочек там блокнотик что-нибудь еще в таком случае никто не уходит обиженным на все получают какой-либо сувенир это хорошо для развивающихся комьюнити потому что вы даете кучу ништяков сразу всем всем приятно все довольны все хотят ходить еще ну и также что такое основной данной стратегии вы конструируете такую сайду в которой люди приходят поиграть именно в свое удовольствие приходят пообщаться повеселиться а не там потно потеть во имя победного места также есть вторая стратегия она немножко обратно это призы победителям зато ух какие призы в общем-то вот они верят на крутое это развивая спортивный интерес у вас есть некое ощущение элитарности типа смотри я устроил чемпионат у нас тут кубок питера по киллтиму еще что-нибудь в таком духе это приятно это как-то выглядит чуть более серьезно чем стратегия 1 однако как я уже сказал это две крайности нужно бросаться в одну из них между ними можно и нужно балансировать собственно опять таки как делаю я я делаю небольшие такие достаточно скажем так дешевые в изготовлении памятный приз для всех это какие-нибудь открытки и блокноты и значки и там памятки по правилам это можно делать в любой типографии и это будет обычно в пределы тысячи рублей вообще на всех пойдет ну в количестве до 20 штук ну я просто не приводил турниры с числом участников более 20 и на оставшуюся половину выходит призового фонда мы делаем всякие приколы для победителей это конкретно вообще-то может быть что угодно но очень хороший вариант это медали потому что медали тоже не особо затратные можно делать допустим стеклянную стеллу под первое место вот как видно на нижней фотке мы такие штуки периодически делаем отдаем победителям можно так же там делать смешные какие-нибудь тыквы ананасы фрукты и еще что-нибудь главное не сильно уходить в мемы с этим делом но медали это достаточно неплохо еще есть кстати забавный вариант брать какую-нибудь миниатюру количестве 3 штуки и грунтовать одну в бронзу другую в серебро а другую в золото если у вас друг есть лишние миниатюры то это тоже такой прикольный сувенирчик вашего турнира очень хорошая стратегия для развивающегося комьюнити это вкладываться именно в необходимый для игры контент то есть допустим карточки или баррикады или токены под баррикады что кстати наиболее существенно для киллтима потому что эти штуки они необходимы для игры но у большей части людей их нет и вот в ситуации человек сидит видит объявление о турнире по киллтиму и люди хочется сходить в люди интересно а потом возвращается к мысли что а у меня этих токенов нет карточек нет баррикад нет как я буду играть не ясно непонятно наверное мне не стоит идти если у вас комиссии только развивается это вообще в принципе скорее всего ситуация очень часто у нас там по моему первые месяца 4 было очень сильно тяжело но я могу ошибаться и вот как раз я на первых своих турнирах я вот применял именно эту стратегию я говорю основной всем раздаем участникам бесплатные токи на под приказы бесплатные баррикады и но и карточки карточки не бесплатные потому что бумага у нас а резко подорожала из-за известных событий и но тоже делали там где-то колод обычно 5 6 и разыгрывали их между участниками вот это очень полезно и очень помогает развитию сообщества эти как раз про карточки у нас вышли на наши собственные карточки с нашим уникальным дизайном за дизайн его их наш друг подписчик мистер алкон это уже под новый критикал пак то есть самые актуальные вторичные миссии с наш красивой рубашкой если вы хотите играть такими же то ссылочки в описании к данному видео вы можете собственно найти эти карточки и спокойно них распечатать в любой домашней типографии вот вам карточки а нам приятно да вы играете нашим мерчом это очень здорово так что если чтоб пользуйтесь на здоровье а еще вариант такой же с призами это практика которые применяют собственно у нас в Питере на старой деревне в хобби games и также я слышал этим занимаются в испании на некоторых ивентах то есть организует некую лотерею призов просто есть у нас определенный пул призов там начиная вот какого-нибудь искусственного песка для оформления баз заканчивать ареном из актариуса все это разыгрывается между участниками вот и вы можете занять последнее место но выиграть что-то очень вкусное да то есть я допустим подобным образом я не занимал последнее место но тем не менее я так выиграл держалку под покрас и тарейн из актариуса также вот на старой деревне это в целом очень приятно и здорово ну если вы конечно везучий человек если вы наоборот не везучий но там заняли призовое место потенциально вам будет немного обидно но тут такое а главная беда данного формата в том что это тяжело устраивать независимому организатору да то есть мне просто непонятно из чего эту лотерею составлять я там купил куплю вот те самые пять баночек искусственного песка под формирование баз они у меня с нынешними ценами просто съедят весь призовой фонд и будет не особо весело не особо круто да поэтому просто оценивайте свои возможности и силы также обязательно помните что вам нужно быть позитивным и дружелюбным без позитива и дружелюбия не один нормальный ивент особенно общественный это не ивент также будьте конечно же отзывчивым отвечайте на любые вопросы по организации по регламенту по столам еще так далее потому что когда в принципе организация прозрачная вам люди доверяют и в принципе вам скрывать скорее всего нечего если вы хороший порядочный человек ну и подходите к делу обязательно с любовью и тогда у вас все обязательно получится да то есть я допустим я организую турниры вот с такой точки зрения я хочу сделать турнир на который мне было бы интересно и круто поиграть и я стараюсь приблизиться к своему идеалу в голове к счастью пока получается неплохо собственно на этом я заканчиваю первую часть ролика посвященного турнирам и их организации в следующем мы обсудим как я уже упоминал регламент правила и вот такие более in-game вещи поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить его выход также если данный выпуск вам понравился то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал тоже это нас очень сильно поддерживает пишите комментарии если у вас есть собственные замечания предложения возможно вам что-то показалось интересным а что-то опасным если вы нашли себя на фотографиях то тоже пишите мы вам помашем ручкой в комментариях помимо этого не забудьте чекнуть описание там есть ссылка на нашу группу вконтакте где лежат материалы непосредственно карточки подпечатать ссылка на наш чат и также там есть ссылка на донейшн альерс если хотите поддержать нас морально и подарить нам что-нибудь на новый год и за всем все играйте в киллтим играйте в киллтим на турнирах и подобных ивентах и пусть у вас все будет хорошо в новом году это был канал a handful of boys до новых встреч пока пока счастливого нового года